Россия считает себя сверхдержавой суперисторией. Этот статус якобы дает ей право определять судьбу соседних стран. Но давайте посмотрим, действительно ли Россия так велика, как думают в самой России. Вот лишь несколько исторических факторов. Начнем с названия. Россия. Без сомнения, это отсылка к древности. Название связывает историю страны с историей Руси, великого средневекового государства. Давайте же посмотрим на столицу Руси. Какой тогда была Москва? Упс. Но столицей Руси был Киев, столица современной Украины. В 11 веке в Киеве уже строят каменную христианскую церковь, собор Святой Софии. А что в это время было в Москве? Болото. И оно пробудет там еще полтора столетия. Неужели Украина старше России? Давайте посмотрим на герб правителей Руси. Двуглавый орел? Нет. Трезубец. Герб современной Украины. Вот вам и правда. До начала 18 века Россия называлась Московией. Русью же считали территории Киева, Переяслава и Чернигова. Все это украинские города. Россия просто украла название у соседа, потому что стремилась к историческому величию. Но давайте вернемся к сверхдержаве. В 1514 году русский, то есть украинский полководец Константин Острожский разбивает превосходящее войско Московии в битве по Дорше. Украинцы уже имеют технологии огнестрельного оружия, а Москва до сих пор использует лук и стрелы. В 1566 год. В Украине стремительно развивается книгопечатание и открываются библиотеки. Но в Москве еще долго будут писать от руки, считая книгопечатание проделками дьявола. В 1576 году украинцы открывают Острожскую академию, одно из крупнейших учебных заведений тех времен. На Москве первый университет откроется через 111 лет. Но давайте посмотрим на обычных людей. Когда украинские казаки в начале 17 века уже пользовались вилками, для московитов, именно так они назывались, это было диковинкой. Они не знали, что можно есть чем-то еще, кроме как руками. И, конечно, демократические традиции. В средние века украинские города пользовались магдебургским правом. А казаки выбирали гетьмана путем открытого голосования. На Москве и же в то время царь диктовал боярам, то есть правящему классу, все. Даже то, какой длины должна быть борода. Украинцы ценят свою свободу и сражаются за нее. За последние 20 лет в Украине на демократических выборах сменилось 5 президентов. Все это время в России правит один лидер – Владимир Путин. Пока представители центральных и местных властей Украины защищают свою страну в окопах вместе с обычными солдатами, российская верхушка и лично Путин скрылись в бункере где-то на Алтае. Так действительно ли Россия так велика, как рассказывают о ней ее лидеры?